Жизнь ворота! Жизнь ворота! Антология Уркагана Самые известные воры в законе Азербайджана, которые влияли на всю преступность постсоветского пространства. Этой статье мы начнем свое повествование о самых известных преступных деятелях в истории нашей страны, советского и постсоветского пространства. Начнем, пожалуй, с криминальных авторитетов Азербайджана. Почему с них? Потому что это многочисленная армия преступников, с главарями, которые контролируют многое не только у себя на родине, но и в России. Мы можем о них не знать, но они влияют или влияли на жизнь каждого человека в России и других странах. Кто же они? Начнем наш рассказ, пожалуй, с самого известного законника Надира Салифова, известного как Лотугули. Почему самого известного? Потому что именно он контролировал практически все овощные рынки и базы в России. Именно от него зависело, по чем мы будем покупать фрукты и овощи. Надир с юных лет встал на криминальную дорогу. Он несколько раз приговаривался к тюремным срокам за вымогательство, грабежи и разбои. Самый длительный его срок составил 27 лет. Но его авторитет был настолько огромный, что живя как король за решеткой, он отуда легко управлял своей овощной империей. Сам Лотугули приобрел такое звание, находясь за решеткой в 2000 году. Его заочно короновали два выходца из родной Грузии, грузин Рауль Рустовский, Кире, и езид Джейран Рустовский, Асланов. Крестные отцы давно отправились на тот свет. Сначала в камере Соликамска отошел из-за сердечной недостаточности Джейран, а через два года в Воронежском СИЗО цирроз печени подкосил Рауля. Сам же Лотугули с 1995 года находится в цепких руках азербайджанского закона и на здоровье пока не жалуется. Его брата Намика Бакинского возвели в воры в Турции в 2013 году. Лотугули после смерти Равшана Линкоранского, Джаниев, с которым он находился в отвратительных отношениях, реально претендует на звание самого влиятельного азербайджанца, даже находясь столь долгое время в заключении. Равшан в 2003 году почувствовал угрозу, исходящую от Надира, и предпринял превентивные действия. Вместе с оплеменниками Али Зарабацким, Алиев, Симуром Нардаранским, Абдулаев, Мамедом Масалинским, Гусейнов, Чингизом Сидым, Ахундов и Хикметом Сабирабацким, Мухтаров, он прервал воровской стаж Лотугули, вынеся решение о приостановке полномочий. Попытка оказалась неудачной. Дед Хасан, Усаян, живущий по принципу враг моего врага, мой друг вскоре отменил это решение. Все не в меру инициативные азербайджанцы покоятся на кладбище. Последним из них в последний путь отправился инициатор отлучения, Равшан Ленкаранский. До него в Москве были застрелены Симур Нардаранский, Чингиз Сидой и Хикмет Сабирабацкий. Та же участь ждала Али Зарабацкого, с той лишь разницей, что убийство произошло в Челябинске. Шесть лет тому назад цирос печени мирно унес на тот свет из бакинского изолятора Мамеда Масалинского. Следствием затяжного конфликта с Равшаном стала драматичная судьба всех крестников Лоту Гули. Джихун Гинджинский, Аскеров, лишился имени решением шакра молодого, Калашов. К аналогичному исходу судьбы Влада Шарапа, Грачев, шакра подключил видных воров из числа славян. В 2015 году под зачистку проводимую шакра также попал брат на миг. С Толиком Ногинским, Даглеев, разобрался Осетрина-младший, Осатрян, в матросской тишине. Правда затем его решение было пересмотрено в ростовской колонии, Нодаром Рустовским, Осаян. При загадочных обстоятельствах в своей камере, был найден повешенным пионер, Новиков. Тем не менее, в схватке с Равшаном безоговорочную победу одержал все-таки, Лоту Гули. Результат тем более удивительный тем, что все это время победитель был полностью лишен свободы передвижения, и ограничен в общении с соратниками, находясь под стражей. Длительный срок заключения. Лоту Гули арестовали в 1995 году в Баку. В 2005 году к первоначальному, немаленькому сроку за вымогательство, похищение людей и хранение огнестрельного оружия добавили еще, в результате чего Лоту предстоит отсидеть в общей сложности 27 лет. Фабула выдвинутых новых претензий к воров законе поразительна. Оказывается, что в течение более чем трех лет Лоту Гули в габустанской крытой тюрьме регулярно навещали представительницы прекрасного пола, среди которых была будущая мисс Азербайджан-2006. Соскучившийся по женскому вниманию заключенный занимался с ними сексом и иногда позволял присоединиться не менее страждущих ласки своих друзей. Очнувшиеся от странного сна охранники попытались представить суду произошедшее, как обычное изнасилование. Часть якобы изнасилованных женщин сообщила судим о добровольном желании вступать в половой контакт с Лоту Гули и поведали о том, что визиты в тюрьму всегда щедро вознаграждались суммой в пределах от 400 долларов до 500 долларов. В итоге позорное обвинение свора в законе пришлось полностью снять, но срок был увеличен за организацию вымогательств крупных сумм денег у бизнесменов. Дань платили элитные бакинские рестораны Интергрант, Андалу, Три Пальмы. Выяснились другие пикантные подробности нахождения Лоту Гули под стражей. Габустанская тюрьма превратилась в филиал казино. Сумма выигрышей в карты иногда превышали размер банка на зеленом сукне, где-нибудь в Монте-Карво. Кроме женщин Лоту Гули имел возможность пользоваться не только мобильной связью, но и интернетом. По скайпу он однажды наблюдал в режиме онлайн расправу, чинимую его сторонниками в далекой матросской тишине над одним из врагов. Формальной причиной для лишения его имени противники объявили контакты с бывшим начальником управления исполнения судебных решений по сговору с вором обеспечившему райские условия существования в неволе. Неудобный вор. Сам Желот у Гули свой исключительно длительный срок объяснял тем, что для кланового государства, коим он считает Азербайджан, независимый и авторитетный вор крайне неудобен, потому что всегда поступает из соображений честности и справедливости. Власть всегда пыталась его дискредитировать, чувствуя в нем сильного конкурента. Под ударом оказались ближайшие родственники. В 2005 году младшего брата Мушфига арестовали и нашли у него наганы-патроны, за которые ему назначили 6 лет заключения. Старший брат ответил серии бунтов в пенитенциарных учреждениях страны. В то же время Лоту Гули не раз протягивал власти свою руку. Перед первыми выборами, на которые пошел нынешний президент страны, Ильхам Алиев, вор в законе разослал по колониям прогоны с требованием оказать поддержку кандидату и отдать за него голоса. Лоту Гули запретил торговлю в тюрьмах наркотиками. Считается, что это решение стало одной из причин конфликта с Равшаном Ленкаранским, которому молва приписывала участие в наркотрафике. Укропная война. На самом деле не наркотики стали причиной ненависти между выходцами из Азербайджана. У обоих воров в законе имелся коммерческий интерес к торговле зеленью на рынках крупнейших городов России. Конкуренция привела к вспышке так называемой укропной войны. Особенность настоящего времени, 60 лет тому назад завершилась сучья война. Тогда зэки гибли за идею. Сейчас, за укроп. Один за одним, расстреливались видные представители азербайджанской диаспоры, имеющие отношение к торговле зеленью. В Красноярском крае в 2011 году, был убит Рафик Мамедов, через пять лет в Москве, Джамбулат Шамиль Аглы. Между обоими убийствами, попрощался с жизнью в Екатеринбурге Томас Гагаладзе, имевший сильные позиции на оптовом рынке. Дед Хасан в лице Лоту Гули обрел, исключительно решительного и готового на все союзника. В 2006 году непризнание, Лоту Гули лидером закончилось для Хикмета Собирабадского, Мухтаров, смертью. Такая же участь ждала Ваху, Алиев, в 2014 году в Одессе. Сегодня российский рынок укропа, кинзы и петрушки поделен между Лоту Гули и Вагифом Бакинским, Сулейманов, но надолго ли продержится паритет, неизвестно. Слишком активно Лоту Гули проводит в жизнь, свое постоянное стремление собственноручно решать все вопросы, имеющие отношение к азербайджанцам. По этой же причине после смерти Рафшана, следующим противником для него стал Альберт Рыжий, Гейдаров. Упомянутый Ваха, как раз поплатился за тесную связь с наместником Хасана, по северо-западу России. В Альберта уже не раз пытались стрелять, но неудачно. По горячим следам удалось задержать тесно связанного, слоту Гули азербайджанца Илгама Гаджиева. Укропная война еще находится в горячей фазе. Враги на воле. Выйдя в октябре 2017 года на свободу, Салифов развил бурную деятельность. Его бригада приобрела транснациональный статус. Бойцы Гули были во многих странах, где жаждали занять свою нишу, в различных криминальных бизнесах. Им это хорошо удавалось. Однако в итоге у Надира появилось много недоброжелателей среди современных законников. Но предъявить ему что-либо они опасались. Сам вор перебрался в Турцию, где завязал знакомство с Седатом Пекером, местным бизнесменом и меценатом. Но дальнейшие события заставили Лоту Гули перебраться из, казалось бы, гостеприимной Турции в Катар. Поговаривают, что группа воров под предводительством Бадри Кагуашвили выступила против Салифова, а за их спиной стоял, на этот момент еще грозный и влиятельный уже экс-вор в законе шакра молодой. Однако перебазирование в Катар было недолгим. В 2020 году Салифов вернулся в Турцию, где поселился в одном из номеров в Анталии. За год до этого, в его окружении можно было часто видеть такого авторитета, как Хаган Зейналов по прозвищу Хан Бакинский, он же Хан Ахмедлинский. По некоторым сведениям, в ближайшие окружения его ввели бывшие недруги, Лоту Гули, которые в свое время обвиняли его в убийстве Равшана Джаниева. Это была тщательно законспирированная операция. Войдя в доверие к вору в законе, Хан Ахмедлинский застрелил Лоту Гули, в ночь 19 на 20 августа 2020 года, в номере отеля. Четыре выстрела были произведены в голову, в результате которых Салифов скончался. Не можем не рассказать и о еще одном воре в законе, чей авторитет сопоставим Слоту Гули. Этого человека звали Равшан Джаниев, известного как Равшан Линкорнский. В свое время, до Салифова, он также управлял всем овощным бизнесом в России. Именно поэтому они Слоту Гули стали заклятыми врагами. Но желание овладеть всем привело его не только к войне с Гули, но и с генералом преступного мира Асланом Усаяном. Кстати, именно Линкорнский считался одним из возможных организаторов покушения на деда Хасана. Вор в законе Равшан Линкорнский. Равшан Джаниев, Линкорнский, родился 27 января 1975 года в пригороде азербайджанского города Линкорань, с экзотическим названием Рукавы Жор или Гелак Махала. Семья Джаниевых принадлежала к народности Талыши. Мать была домохозяйкой, на плечи которой легли заботы о Равшане и его братьях и сестрах, а отец Рафик трудился милиционером. Равшан отцом очень гордился и мечтал пойти по его стопам. Но жизнь внесла в эти планы свои коррективы. Джаниев-старший пользовался среди земляков большим авторитетом, о его принципиальности и бесстрашии знал каждый. В том числе и члены одной из азербайджанских преступных группировок, что начали активно множиться в лихие 90-е. Бандиты, на след которых вышел бесстрашный борец с криминалом, перепробовали разные методы, милиционеру предлагали солидную взятку, а получив отказ, долго запугивали. Но Рафик остался непреклонен и продолжил сбор доказательств их преступлений. Перспектива оказаться за решеткой матерых преступников не радовала, и они решились на радикальные меры. Подослали киллера, который в 1992 году устроил Рафику засаду и расстрелял несговорчивого стража порядка. Коллеги убитого поклялись задержать убийцу, что и сделали в 1996 году. Доказать причастность душегуба к ликвидации милиционера Джаниева труда не составило, и вскоре киллер оказался на скамье подсудимых. На заседаниях обвиняемый вел себя нагло и вызывающе. Он был уверен, что поддельники в итоге все равно отмажут его. В своей дерзости убийца дошел до того, что завидев сидящих в зале членов семьи Джаниева, принялся сыпать угрозами, мол вот выйду и перережу вас всех до одного. Это были его последние слова, со своего места вскочил 21-летний Рафшан. Выхватив из кармана пистолет, молодой человек открыл огонь на поражение. В подсудимого угодили четыре пули, и он скончался до прибытия скорой. Мстителя тут же скрутили и заключили под стражу. Рафшан Линкоранский. Спустя некоторое время в этом же зале состоялся суд над Джаниевым-младшим. Учитывая все обстоятельства трагедии, дали по минимуму всего два года лишения свободы. Так Рафшан в первый раз угодил за решетку. Несмотря на то, что был сыном милиционера и убийцей бандита, зэки не стали трогать арестанта, оценив его поступок. Оказавшись на воле, в 1998 году Рафшан оставил всякую надежду стать сотрудником правоохранительных органов. С судимостью, да еще и по такой серьезной статье, попасть на службу в органы было нереально. Зато другая сторона баррикад, криминальный мир, приняла новичка безо всяких проблем. Жить по новым правилам Джаниев учился все два года отсидки. Крышевание, рэкет, разборки с конкурентами, все это стало делом жизни Рафшана. В криминальных кругах он получил кличку Рафшан Линкоранский, по названию почти родного города. Столкновение с одним из оппонентов, криминальным авторитетом Караматом Мамедовым, чуть было не стоило авторитету жизни. Встреча врагов произошла в июне 2000 года в парке города Баку. После небольшой словесной перепалки Рафшан Линкоранский в точности повторил сценарий четырехлетней давности. Достал пистолет и принялся полить в Мамедово. Однако охранники последнего среагировали моментально, набросились на стрелка и избили того до полусмерти. С серьезной черепно-мозговой травмой Рафшан Линкоранский угодил на больничную койку. Побои не прошли для него без последствий. Медики диагностировали у авторитета психическое расстройство. В связи с этим стрелок избежал тюремного заключения. Ему инкриминировали лишь незаконное хранение оружия и отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, откуда Рафшан Линкоранский вскоре благополучно сбежал. Оставаться в Азербайджане было рискованно, и авторитет отправился в Москву. Сделал он это весьма своевременно. Спустя всего несколько дней после отъезда Рафшана Линкоранского, объявили в национальный розыск. Рафшан Линкоранский вор в законе. Прибыв в столицу России, Рафшан Линкоранский сразу же сошелся с криминальным земляком, вором в законе Мерсимуром Абдулаевым, Симур Нардаранский, который возглавлял азербайджанское преступное сообщество. В 2001 году, благодаря протекции Абдулаева Рафшан Линкоранский был коронованным, и еще одним вором в законе, чеченцем Артыком Добчаевым, Артик. К слову, судьбы обоих крестных отцов оказались печальными, и Артик, и Симур Нардаранский с разницей в месяц, в 2003 году погибли от рук киллеров. После гибели Симура, которого расстреляли в одном из столичных ночных клубов, Рафшан Линкоранский занял его место и возглавил этническую криминальную группировку. Новый статус подарил ему новые возможности. Рафшан Линкоранский создал группу высококлассных киллеров, готовых устранить любого врага своего хозяина. Одним из первых для убийц заданием стало устранение, недовольного растущей властью линкоранского лидера азербайджанской группировки, из Петербурга Эльчина Алиева. Вскоре после гибели Алиева, по подозрению в заказе питерского авторитета, был арестован Рафшан Линкоранский. Однако прямых доказательств его вины так и не нашлось, а потому уголовное преследование авторитета пришлось прекратить. Между тем у вора в законе появлялось все больше недоброжелателей и завистников, ведь Рафшан Линкоранский сумел взять под свой контроль практически все овощные базы и точки по торговле зеленью сначала в столице, а немногим позже и по всей России. Известно, что только в одном Екатеринбурге прибыль Линкоранского достигала нескольких десятков миллионов рублей в год. Такая монополия была не по нраву другим претендентам на овощное царство. Например, азербайджанскому авторитету Ильге Гусейнову, на разборку с которым Линкоранский отослал своего штатного ликвидатора Назима Гумбатова, Назим Хромой. На встрече, которая состоялась в сентябре 2003 года, Хромой долго дискутировать не стал и, достав пистолет, начал стрелять в Гусейнова и его трех сопровождающих, двоим из которых все же удалось выжить. Восстал против Линкоранского и его земляк, вор в законе Надир Салифов, Лоту Гули, который впоследствии стал злейшим врагом овощного короля. Равшан Линкоранский против деда Хасана. Тем временем азербайджанские стражи порядка не теряли надежды поймать Линкоранского и в 2008 году им улыбнулась удача. От украинских коллег поступил сигнал, что вор в законе Равшан Линкоранский задержан в Киеве. Его арестовали на 40 суток и начали готовить документы для экстрадиции. Однако юристы авторитета, обратившись в соответствующие органы, сумели выбить для своего подзащитного статус беженца, доказав, что тот якобы подвергался прессингу на родине. Впрочем, спустя год, в декабре 2009, благодаря стараниям сотрудников главного управления, по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Линкоранского, удалось все-таки припроводить в Азербайджан, где он сразу же угодил на скамью подсудимых. Несмотря на то, что за незаконное хранение оружия прокуратура требовала для обвиняемого 12 лет лишения свободы, суд назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев заключения. Как выяснилось, Равшан Линкоранский успел его отбыть, пока шло предварительное следствие. Таким образом, после оглашения приговора авторитет был освобожден. Оставаться на родине он не стал и отправился обратно в Москву. Там у Равшана Линкоранского стал стремительно развиваться главный конфликт его жизни – противостояние с преступным патриархом Асланом Усаяном, дед Хасан. Бытует версия, что именно Линкоранского Хасан назвал заказчиком неудачного покушения на свою жизнь, которое произошло в 2010 году на Тверской улице. Сам же Равшан Линкоранский в день инцидента был задержан оперативниками на железнодорожном вокзале Киева, куда прибыл поездом из Москвы. Но сторонники Усаяна в такое невнятное алиби в итоге не поверили. Пик конфликта между ворами пришелся на 2011-2012 годы, когда Равшан Линкоранский решил взять под свой контроль овощебазу в Бирюлево, вочину людей Хасана, которая приносила ежегодный доход в 9 миллиардов рублей. В ходе нового витка войны, весной 2012 года, одним из первых был устранен ответственный за службу безопасности Хасана Эльгард Джабраилов, Донабаш. Убийством Джабраилова, которое произошло на улице Пресненский вал, Равшан Линкоранский как бы показал Хасану, что может достать его. Понимая, что Хасан обладает огромным влиянием, Равшан Линкоранский поспешил заручиться поддержкой главных оппонентов воровского генерала. Ими стали авторитет Тариэла Ниане, Таро, и его правая рука Мираб Джангвиладзе, Сухунский. Правда с последним Равшан Линкоранский чуть было не разругался в пух и прах из-за происшествия в июне 2012 года в Арабские Эмираты. Тогда Равшан Линкоранский находился на отдыхе в Дубае, где встретился с братом Мираба Ливаном, чтобы обсудить насущные проблемы. Но разговор внезапно перерос в ссору, и Равшан Линкоранский попытался было дать Ливану пощечину. Тот, в свою очередь, схватил лежащий на столе нож и пырнул противника в живот. Рана в итоге оказалась несерьезной, а вот отношения Линкоранского с Сухунским сильно испортились, в конфликте тот встал на сторону брата. Равшану Линкоранскому потребовалось немало времени, чтобы уладить конфликт с Сухунским, ради чего он даже подарил Мирабу шикарный коттедж во Франции. В сентябре того же года Равшан Линкоранский пережил покушение на свою жизнь, однако его подробности остались под завесой тайны. Родственники, которым за комментариями обратились прознавшие об инциденте журналисты, информацию подтвердили, но от обсуждения подробностей отказались. Тем временем в конце 2012 года на территории спорной овощебазы в Бирюлево начали происходить открытые стычки между людьми Линкоранского и сторонниками Хасана. Последние, несмотря на покушение, на свою жизнь и гибель верного Джабраилова, войны с азербайджанцами категорически не хотел. Слишком свежи были воспоминания о противостоянии братьям Агановым, из которого Хасан хоть и вышел победителем, но заплатил за это очень большую цену. Однако мирным путем договориться с Равшаном Линкоранским никак не удавалось. В начале 2013 года дед Хасан был расстрелян на пороге ресторана «Старый Фаэтон» на Большой Никитской улице в Москве. Борьба Равшана Линкоранского В числе самых вероятных заказчиков убийства Хасана Линкоранский оказался практически сразу. Он возглавлял так называемый расстрельный список тех, кому пообещали отомстить скорбящие Паусаяну авторитеты. Причем сторонники Хасана полагали, что действовал Равшан Линкоранский не один, а в связке с Таро. Бытовала версия, что именно последний дал отмашку на устранение главного конкурента, поручив это Линкоранскому. А тот в свою очередь послал на дело своих ликвидаторов. На то, что Равшан Линкоранский был под подозрением, косвенно указывает и скорая расправа над его правой рукой, Руфатом Насибовым, который был застрелен 28 января в одном из кафе столичного района Отрадное. Именно Насибов считался главой группы наемных убийц Линкоранского. Узнав о гибели Насибова, его босс покинул Россию и отправился в Турцию, полагая, что там он будет в безопасности. Однако в феврале этого же года криминальное сообщество потрясла новость, Равшан Линкоранский был расстрелян в Стамбуле. Но не успели враги порадоваться гибели авторитета, как он воскрес. Оказалось, что информация о расправе над ним была уткой. Брат Линкоранского Эмиль, которому СМИ обратились за комментариями, довольно резко высказался на тему причастности родственника к покушению на деда Хасана. Равшан не имеет никакого отношения к гибели Аслана Усаяна, деда Хасана, и это хорошо известно уважаемым людям, сказал он. То, что ему приписывают, это вымысел полиции, которая видимо преследует свои определенные цели, специально нагнетает обстановку. Сам Равшан Линкоранский через своих ставленников продолжал контролировать овощной бизнес в России, а также обзавелся оптовыми складами в Германии, в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Кроме того, вор в законе контролировал сеть отелей в Италии. Часть вырученных денег Равшан Линкоранский вложил в недвижимость, стал хозяином шести шикарных особняков в Европе. Впрочем, для отвода глаз все коттеджи были оформлены на родственников авторитета. Пока Равшан Линкоранский обживался в Стамбуле, в Москве сторонники Хасана лишили его воровского статуса. 34 вора в законе поставили свою подпись под Малявой, воровским посланием. Следующего содержания, орфография и пунктуация сохранены. Воровской прогон воровскому распространяться вечно. Мира, благополучия и процветания ходу воровскому и дому нашему, от Господа Бога. Приветствуем вас добропорядочные люты, кто искренне поддерживает ход воровской и жизнь воровскую. Мы воры данным прогоном ставим вас в курс, арестанты, в отношении Равшана Линкоранского и Гио Главатахи, что они есть девушки с низкой социальной ответственностью, вводящие в блуд людей в доме нашим и сеющие смуту среди людей. Арестанты, возьмите во внимание тех, кто будет способствовать и моим подобной нечисти, как в своих деяниях, так и в своем образе есть та же самая суть человека, что они, девушки с низкой социальной ответственностью, с которыми каждый считающийся порядочным арестантом, должен поступить соответствующим образом. На этом ограничимся, пожелав вам всего наилучшего от Господа Бога, тепла и единства, да будет процветать дом наш. Да будет процветать дом наш. Убийство Равшана Линкоранского. Последнее нападение на Равшана Линкоранского было совершено в ночь на 18 августа 2016 года, в самом сердце Стамбула, на бульваре Барбадос. В этот день вор встречался со своими братьями по стамбульскому преступному звену. Криминальные авторитеты, в числе которых были воры в законе Тимури Немси Цверидзе, Срипа и Роину Глава, Матевич, обсуждали свои дела в баре одного из турецких отелей. На повестке дня стоял арест лидера преступного мира России Захария Калашова, Шакра Молодой, который случился месяцем ранее. По некоторым данным, Равшан Линкоранский планировал воспользоваться этим обстоятельством, чтобы занять лидерские позиции в воровском сообществе. Часы показывали глубоко за полночь, когда авторитет в компании двух спутников и личного водителя сел во внедорожник Рейншровер. Следом должны были ехать охранники. Однако по неясным причинам машина сопровождения немного запоздала, что в итоге спасло жизни находящимся внутри телохранителям. Они стали лишь свидетелями того, как дорогу внедорожнику перекрыли трое неизвестных в масках, которые сразу же открыли шквальный огонь из пистолетов пулемета Фузи. Увидев, как Рейншровер на глазах превращается в решето, водитель машины сопровождения резко сдал назад, а его пассажиры начали звонить в скорую. К моменту прибытия кареты в больницу, водитель Джаниева был мертв, а в самом Линкоранском, получившем пять пулевых ранений, одно из них, в глаз, едва теплилась жизнь. Свой последний вздох Равшан Линкоранский сделал на операционном столе. Ближе к утру 18 августа сердце криминального генерала остановилось навсегда. То, что убит именно Равшан Линкоранский, стало известно не сразу. При осмотре вещей, принадлежащих погибшему, стражи порядка нашли паспорт на имя некоего Равшана Алиева. Немногим позже выяснилось, что паспорт с такими же данными был обнаружен в 2013 году в квартире Равшана Линкоранского, расположенной в Баку. Личность авторитета подтвердили прибывшие на опознание родственники. В кругу врагов. Кто стоял за убийством овощного короля России, выяснить так и не удалось. Наряду с главной версией, местью за гибель деда Хасана, бытует и несколько других. По одной из них, Равшана Линкоранского мог заказать кто-то, из его многочисленных врагов, а само преступление не было вендеттой за Хасана. Известно, что вскоре после ареста шакра молодого Равшан Линкоранский и освободившийся из тюрьмы Мираб Сухунский, всерьез занялись всеми, кто подписался под прогоном о лишении воровского титула Таро. Буквально за месяц до гибели Равшана Линкоранского его подручные серьезно избили одного из подписавшихся вора в законе Георгия Сорокина, Жора Ташкентский, который на свою беду обосновался в Стамбуле. Любопытно, что так же, как с Ташкентским, сторонники Равшана Линкоранского собирались поступить с одним из главных славянских воров в законе, Юрием Пичугиным, Пичугой, о чем через сарафанное радио даже уведомили последнего. Однако все планы порушила гибель Линкоранского, а в его окружении прошел слух, что Пичуга не простил мятежному вору его дерзости. Впрочем, эта версия так и осталась на уровне домыслов. Поквитаться с Равшаном Линкоранским могли и сторонники криминального авторитета Алибалы Гамидова, Лоту Годжа, который был убит тремя годами ранее. Якобы одним из ликвидаторов, отправивших Алибалу на тот свет, был штатный киллер Линкоранского. В пользу этой версии говорил тот факт, что Алибала был ярым врагом Равшана Линкоранского и был причастен к лишению его воровского титула. Хоронить Равшана Линкоранского было решено на его родине. Прибытие гроба с телом авторитета помимо родственников ждали тысячи его земляков, которые готовились проводить криминального генерала в последний путь. К слову, несмотря на специфическую деятельность вора, многие жители Линкорани были благодарны покойному, за оказанную им когда-то помощь, авторитет с легкостью разрешал конфликты и не скупился на денежные пожертвования. Свой последний приют он нашел около могилы отца на кладбище Сардыхал, в родной Линкоране. Спустя год после гибели Линкоранского на погосте, состоялось торжественное открытие памятника воров в законе. Статую в полный рост заказали в Индии и доставили транзитом через Турцию родственники покойного. Оформление места захоронения этого авторитета считается на сегодняшний день одним из самых шикарных. Могила Равшана Линкоранского не только не уступает, но даже превосходит монументы главных авторитетов, всего бывшего СССР, деда Хасана и Вячеслава Иванькова, Япончика. Среди азербайджанских воров в законе с большим стажем были и молодые, однако влияние на преступную жизнь их страны и России они оказывали огромное. Одним из таких был Олегий Даров, известный по прозвищу Альберт Рыжий. Он был одним из лидеров преступной группировки Комсомольская, он смог противостоять Лоту Гули, даже стал одним из главных его соперников. И все это несмотря на то, что вором в законе он стал, лишь в 2012 году. Сейчас он находится за решеткой, но после своего освобождения, в 2021 году у него есть все шансы возглавить азербайджанскую преступность. Вор в законе Али Гейдаров, Альберт Рыжий. Уроженец теплой генджи Али Гейдаров, в 1996 году, первый раз вступил на землю приполярного поморья. В Архангельской области к тому времени образовалась довольно внушительная прослойка азербайджанской диаспоры, традиционно занимающейся торговлей фруктами и цветами, а также прочим мелким предпринимательством. Ему не пришлось стать первопроходцем в дальнем от родины края. Первоначально к нему прилипла кличка Альберт Рыжий. На голове азербайджанца росла копна довольно светлых волос, делающая его похожим на тогдашнего губернатора области радикально рыжего Анатолия Ефремова. Торговля и бизнес занимали приехавшего гостя, постольку поскольку. Альберт Рыжий прибыл покорять криминальный мир северного края. Архангельская область раньше славилась количеством исправительных учреждений, равномерно рассеянных по ее территории. Сейчас их число значительно поуменьшилось. Многие воры в законе прошли здесь, школу и университеты в колониях, а другие, как знаменитый карманник Юрий Палыч, кашенцев, навсегда остались лежать в болоте. Последней значимой фигурой, отбывавшей здесь срок, оказался Эдик Тбилисский, а Сатрян, совсем недавно недолгое время находившийся в Онеге. Альберт Архангельский. Когда Альберт Рыжий появился в Архангельске, в соседнем Северодвинске, тихо доживал последние годы жизни, единственный вор в законе из местных Чиж, Чашин, недавно освободившийся из Кемеровской колонии после 20 лет заключения. В ИК-6 Онеге собралась компания из трех заезжих воров Кошелька, Егоров, Вовчика Сыра, Саркиев, Изанди, Сулукидзе. Первой ступенькой становления для Альберта Рыжего, как криминального авторитета, стала комсомольская АПГ. Вскоре его начали именовать Альберт Архангельский, и он часто стал попадать в поле зрения местной милиции. До него такой приставки к имени ни у кого не было. Трижды за короткий срок Альберт Архангельский, выражаясь юридическим языком, получал статус осужденного. В 2000 году за участие в грабеже и вымогательстве, на первый раз ему дали 5 лет условного срока, а еще через 3 года за те же действия, отягченными побоями жертвы, наказание стало реальным. В дальнейшем линия поведения Али Гейдарова не изменилась. В третий раз суд расценил его поступки, как обыкновенное хулиганство. Ценимые среди воров прежних лет кражи, выполняемые с ювелирной точностью, оказались ему недоступны. В 2012 году в Санкт-Петербурге воров законе Гизо, Кардава, Тимур Свердловский, Мирзоев, Беса, Зарандия, Вадик Краснодарский, Иваненко, Артем Липецкий, Аракелян, Гела Кардава, Дуяки, Мзарилуа, Гея Ачимчирский, Мипория, Игоги Питерский, Джанилидзы, Короновали Альберта Архангельского. Присутствие в числе крестных отцов таких имен, как Тимур Свердловский и Гела сразу указывает, что молодой вор пополнил партию деда Хасана, Усаян. Вождь всех тбилисцев и примкнувших к ним единомышленников, увидел в рыжем азербайджанца из архангельско-перспективного кадра и поручил ему управлять всей северо-западной епархией. Альберт Питерский. Альберт переехал в Санкт-Петербург и появлялся в Поморье лишь наездами с инспекционными проверками или для пополнения общака. В огромной северной столице Альберт не затерялся в силу характерной для него амбициозности и дерзкости. Напротив, там он сменил приставку к имени на Питерский, что означало его большой авторитет среди аборигенов. Постепенно многие коллеги стали относиться к нему с опаской. Слишком уж часто его имя стояло в прогонах, тормозящих других воров. Альберт Питерский, верно служа Хасану, подписался под исключением из списка воров Ливана Сухумского, Абуладзе, Панфила Тольятинского, Панфилова, Паштета Минского, Алексеевича, Жора Кутаиского, Мжавия, Джема, Микеладзе, Галея, Галеев, Лехи Иркутского, Гудына. Противники Альберта не оставались в долгу, прилюдно именуя его не иначе, как дедовский юрка, штампованный или арбузник с рынка, но дальше громких слов они не пошли. Даже соплеменник Равшан Ленкаранский, Джаниев, бросивший вызов самому Хасану, не смог создать для него никаких реальных угроз. Главная опасность для Альберта Питерского исходила из Азербайджана, от узника габустанской крытой тюрьмы Лоту Гули, Салифов, не терпящего рядом с собой признаков конкуренции. Осужденный на длительный срок он даже в тюрьме, надежно держал в руках нити управления, всеми процессами, касающимися жизни азербайджанской диаспоры в России. Сохраняя хорошее отношение с Хасаном, тем не менее, он ополчился на его подручного, Али Гейдарова. Несостоявшиеся покушения. Настоящие испытания для Альберта Рыжего, начались в 2014 году и он перенес их, по мнению многих коллег по цеху и заинтересованных наблюдателей, не совсем достойно. В марте 2014 года, наряд питерской полиции, обратил внимание на подозрительных пассажиров, расположившихся в двух автомобилях, кое-как припаркованных вдоль дороги, ведущие к месту проживания вора, в законе на окраине Санкт-Петербурга. При обычной проверке документов темные личности, изрядно занервничали. Полицейские, прибегнув к досмотру, каким-то образом, смогли выявить наличие у них огнестрельного оружия. Проезжавший мимо по направлению к дому Альберт, был привлеченными в качестве свидетеля. Предполагалось, что была задержана банда наемных убийц, намеревавшихся совершить покушение на жизнь вора в законе. В дальнейшем дело полностью развалилось на суде. Задержанные получили небольшие сроки, только за незаконное хранение огнестрельного оружия. Камера, фиксировавшая опрос Альберта Питерского, в тот вечер в отделении полиции, бесстрастно предоставила всем зрителям его отказ обозначаться, что не делало ему чести, как человеку, решившему всю жизнь исповедовать воровскую идеологию. Удивительная проницательность полицейских вызвала слухи о том, что Альберт, зная о готовящемся на него покушении, просто-напросто слил правоохранителям координаты киллеров, затаившихся в засаде. Злоключение вора. Санкт-Петербург явно стал таить для него опасности вор, в законе на лето перебрался в Турцию. Спокойно отдохнуть там ему не удалось. В начале июня после заправки на бензоколонке на его авто, неожиданно на большой скорости лопнуло колесо. Возможно злоумышленники сумели его повредить на короткой остановке. Жуткая авария помиловала Али Гейдарова, но его сын получил серьезные переломы ног. Отцу пришлось спешно организовывать транспортировку ребенка для лечения в Россию. При этом выяснилось, что в Турцию он прибыл по паспорту на чужую фамилию и мог считаться нелегалом. Как только волнения о здоровье сына чуть поутихли, Альберта Питерского ждали новые, не менее серьезные неприятности. В историческом городишке Едерна, где располагалась резиденция родоначальников династии турецких султанов, он вместе с Зауром Нахичеванским, Шипилов, нос к носу, столкнулся с компанией озлобленных врагов в лице Лехи Иркутского, Беса Рустовского, Квинихидзы, Намика, Салифов, Ники Гагринского, Гебуадзы, Леки Рустовского, Магомедов. Численное преимущество сразу дало о себе знать. Плотно окружив оппонента, группа воров хором объявила его не вором и принялась избивать. За Альберта попытался вступиться турецкий охранник, который оказался на деле штатным сотрудником полиции. Воры в законе, живущие по понятиям, не приемлют вмешательства в свои дела посторонних. Охранника застрелили. Поняв всю серьезность положения, Альберт предпочел спасаться бегством от разбушевавшегося стихийного гнева. По дороге он во весь голос звал к себе на помощь полицию. После просмотра видеозаписи с камеры наблюдения его авторитет, среди всех причастных к уголовному миру, упал ниже плинтуса. Альберта Питерского вместе с Никой Гагринским и Леке Рустовским тут же поймали турецкие стражи порядка, оперативно прибывшие к месту разборки, но установить личность стрелявшего так и не удалось. Бодигард погиб непонятно за что, связавшись с богатыми выходцами с севера. Возвращение в Россию. Отойдя от стресса, Альберт Питерский вернулся в Россию к выздоравливающему сыну. Череда несчастья для него продолжилась. Он пытался пополнить бюджет, добавкой в него 2 миллиона рублей, выбрав жертву из раздела объявлений о продаже автомобилей в газете. Банальное вымогательство закончилось печально. Желание получить внедорожник привело к аресту, причем в ходе задержания телохранитель Альберта пытался произвести несколько выстрелов из травмата в сторону группы захвата. За преданность хозяину Михаил Макаровский получил три года колонии. Приговор Альберту Питерскому оказался гораздо внушительней. На свободу он должен бы выйти, 14 июля 2021 года. Но вышел еще раньше. Еще один непродуманный поступок азербайджанца, вновь освежил дискуссию о правомочности его статуса. Вор в законе обратился за правдой в ЕСПЧ. Пока ему еще окончательно не определили место отбывания наказания, и он продолжает находиться в камере питерских крестов. Незаслуженная свобода означает для Альберта Питерского продолжение противостояния с Лоту Гули, но, к сожалению, Лоту Гули был убит в августе 2020 года, который освободился на 4 года раньше. Следующий раунд боя обязательно состоится и окончательно определит победителя. Пока же имя Альберта Питерского находится под конфликтом. Ну и наконец-то, главный спиногрыз – позор всего азербайджанского народа. Вор в законе Рафика Ивазов – Рафик Масалинский. 21 января 1982 года в небольшом азербайджанском городе Масалы на свет появился Ивазов Рафик Явероглы, как водится, ставший впоследствии известным под воровским погонялом Рафик Масалинский. Можно сказать, что стремление к воровской романтике Рафику привил его дальний родственник Мимед Гусейнов – погоняла Мамед Масалинский, который считался весьма влиятельной фигурой в криминальном мире Азербайджана. Однако взять Ивазова под свое крыло и привести к воровской короне Мамеду Масалинскому не удалось. 20 марта 2011 года, в возрасте 50 лет он скончался от цирроза печени. Рафик и Надир – корни конфликта. Оставшись без поддержки авторитетного родственника, Рафик, тем не менее, взял себя в руки и примкнул к организованной преступной группировке Надира Салифова, Лоту Гули, Гули Бакинский. Тот весьма доброжелательно отнесся к Масалинскому второму, поскольку также являлся уроженцем Азербайджана. Надир доверил земляку контролировать сбор средств в воровской общак. И какое-то время отношения между Ивазовым и Салифовым вообще были достаточно дружескими, пока до главаря АПГ не стали доходить слухи о том, что Рафик тратит деньги из общака не туда, куда положено. И действительно, по результатам проведенной ревизии была выявлена недостача – 200 тысяч долларов. А объяснить, куда пропали деньги, Рафик Масалинский так и не смог, из-за чего сильно разругался с Гули Бакинским. Дело дошло до того, что Ивазов распрощался с Надиром и в противовес ему решил создать собственную АПГ. Коронация и добровольное заключение. Однако на пути к воровской славе Рафику Масалинскому необходимо было преодолеть одну существенную преграду. Сложность заключалась в том, что другие преступники вряд ли будут слушать вора, не имеющего воровской короны. Стремясь ее получить, Рафик стал налаживать отношения с представителями клана Рафшана Джаниева – Рафшан Ленкоронский. В частности, он сумел заслужить благосклонность Алибалы Гамидова, по кличке Годжа. С его подачи 11 февраля 2013 года, Рафик Масалинский был коронован. Своё согласие на посвящение азербайджанского преступника, в законные воры дали Ариф Сумгаицкий, Вагиф Бакинский, Важет Белиский, Олешко Ашхабадский, Рашад Гинджинский, Резол Аткинский, Юнус Ясамальский и Ваха. Правда, по некоторым данным, Рафик Масалинский все же был удостоен столь высокого статуса не просто так. Ему поручили довольно непростую задачу – попасть в тюрьму, где на то время находился Лоту Гули, и оспорить его воровское положение. Стремясь выполнить договоренность, 27 марта 2013 года Ивазов, как бы случайно, попадал в поле зрения азербайджанской полиции. После личного досмотра при нем был обнаружен пистолет Макарова, заряженный пятью патронами. Суд города Баку достаточно быстро вынес постановление об аресте Рафика Масалинского, и благополучно оказавшись в местах не столь отдаленных, тот принялся нашептывать на ухо своим сокамерникам о том, что Гули не достоин считаться вором. Однако в противовес плетущимся против него интригам Надир Салифов, пустил по тюрьмам воровской прогон, в котором заявил, что среди порядочных арестантов сеют смуту и занимается этим Ивазов. В своей записке он объявил интригана гадам, попросив у всех заключенных понимания и поддержки. Но по всей видимости, всеми этими переписками Рафик Масалинский все же успел достаточно серьезно насолить Гули, поскольку, оказавшись на свободе, вскоре получил от него своеобразный привет. На то время законник посещал Стамбул, где был намерен встретиться со своим другом-турком. Поначалу ничего не предвещало беды. Приятели отобедали в ресторане и хотели двигаться дальше, как тут на пороге заведения их встретили люди Надиры Салифова. Угрожая пистолетом, бандиты отвезли Ивазова и его товарища в безлюдное место, и там жестоко избили. В порыве драки люди Лоту Гули даже отрезали ухо врагу их вожака. После этого в воровской среде начали ходить слухи о том, что не выдержав жестокой расправы, Рафик Масалинский совершил самоубийство. На самом же деле законник остался жив, и даже его отрезанное ухо умелые хирурги смогли пришить обратно. Но произошедшее навсегда поселило в душе Ивазова стремление к мести своим обидчикам. Он стал копить силы и обдумывать стратегию дальнейших действий. Ответная месть Рафика Масалинского. 9 января 2017 года город Баку содрогнулся от ночной перестрелки. Это событие произошло прямо в кафе Минт-Ндири, расположенном на улице Агини Матулы, Наримановский район. Как позже удалось выяснить правоохранителям, участниками разборки были представители преступной группировки Надира Салифова и Рафика Ивазова. В том, что кто-то из участников перестрелки поймал в себя пулю, полицейские не сомневались, однако никто в тот день за медицинской помощью так и не обратился. А буквально через несколько месяцев, а именно 28 апреля, в городе Санкт-Петербург был обнаружен труп мужчины, человек скончался от огнестрельного ранения. Этим убитым оказался 42-летний Джабир Гасанов. Пуля настигла мужчину на Ленинском проспекте у парадной, дома номер 148, в котором он на тот момент проживал. Как стало известно позже, Гасанов тоже пал жертвой нарастающего противостояния между Салифовым и Ивазовым. Он был одним из тех, кто участвовал в избиении Рафика в Стамбуле. Таким образом на одного обидчика стало меньше. В том же 2017 году месть Рафика Масалинского настигла и еще одного члена преступной группировки Надира Салифова. Ночью 11 сентября в городе Тбилиси, на улице В. Гаргасале возле ресторана Маспиндзила, был расстрелян 42-летний Ильшан Мамедов. Этот убитый считался одним из самых жестоких и безжалостных карателей Гули. Именно он заманил Рафика и Вазового в свой ресторан в Стамбуле, где после трапезы над ним была учинена расправа. Новый этап противостояния. После этого события противостояние между Рафиком Масалинским и Лоту Гули перешло в несколько другую плоскость. Вместо убийств и прочих жестокостей, противники Надира Салифова принялись переманивать его приверженцев на свою сторону. Но при этом они всячески старались мешать его московскому бизнесу. Например, всем торговцам на рынках российской столицы было объявлено, что до тех пор, пока они не сменят покровителя, их работа будет всячески блокироваться. К середине 2019 года войну Лоту Гули объявили уже шесть авторитетных воров. Помимо Рафика Масалинского, свое несогласие с политикой, проводимой азербайджанским мафиози номер один, высказали дата Акджебединский, Эмина Джигабульский, Джихунгинджинский, Заор Нахчеванский и Альберт Рыжий. Но, к сожалению, главный азербайджанский вор в законе был убит в августе 2020 года. Заказчиком, как выяснили Джигиты Лоту Гули, стал Рафик Масалинский. Безусловно, выходцев из Азербайджана, повлиявших на преступный мир огромное количество. О всех в одной статье просто невозможно рассказать. В последующих статьях мы продолжим свой рассказ о них, и углубимся в биографию каждого.